Девушки отдыхают Мгновение, проведённое в холодной воде, стоит целой жизни на службе Господу Богу. Его нужно толкнуть или напугать. Не пройдя соответствующего обряда. Нет, я столько недель избегал воды. Не хочу замёрзнуть насмерть в этот Йоль. Ясно, почему тебя все сторонятся. От тебя несёт, как из нужника. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. 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 Торговые склады. Наверное, здесь хранятся товары купцов. Здесь все кишит стражей. Тебе конец! Торговые склады. Торговые склады. Торговые склады. Торговые склады. Торгий. Торгий. Продолжение следует... 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 Этот грязный мерзавец Я покончу с ним на Копергейтском рынке Что? Давай, пройдемся, гулять хорошо Григорий Славно, когда есть воздух, запахи, звуки Прошу, Григорий, я не думал, что это важно, всего пара монет Тише, тише Я понимаю, это не твоя вина, а моя Ведь я решил, что ты не пустоголовый тупица Я столько серебра отдал тебе, что мне стало нечем кормить себя и своих детей Прошу, пойми О, Господи Торговцы Йорвика, я обещал вам будущее, полное возможностей И какой мелочи просил от вас взамен Ты помнишь, какой? Верности Верности! Пусть это послужит уроком для всех, кто думает, что может мешать мне и моим делам Тут надо быть аккуратнее Я решаю, что и как Вы подчиняйтесь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Забавно. В детстве я думал, что снег Божьи слезы, замерзший из-за наших грехов. Слабый и голодный, я смотрел в небо, надеясь, что он плачет обо мне, хочет меня спасти. Но не Бог меня спас, а тайник. Он дал мне крышу над головой, сытную пищу, теплую постель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впервые кто-то протянул мне руку помощи. Был добр ко мне. Пожалел. И тогда я дал себе клятву. Я поклялся, что никогда не предам того, кто, в отличие от Бога, мне помог. И ты служил тайнику, прекрасно зная, что происходит. Мы встретились благодаря Ордену. Я был Ордена в долгу и отплатил тем, что спас этот город от гибели. Долг жизни сильное чувство. Оно захватило всю его хук и поглотило ее. Но сам-то ты не стал никого жалеть. Сколько людей пострадало из-за тебя ради твоих целей? Верно. Может, я и заслужил смерть. Но я лишь спица в большом колесе. И оно все еще крутится. Пока что. Там, куда ты попадешь, а тебе плакать не будут. Ааааāа. Аааа. Аааа. Ааа. ASS. Продолжение следует... 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 Аудун, подлый мерзавец. Устроил заговор у нас под носом. Ему конец. Плевать, мне нужны ответы. Тише, лорд Риксик. Аудун мертв. Я хотел сам вырвать его хребет. Хочешь меня успокоить? Объясни, что происходит. Аудун состоял в тайном ордене, который хотел захватить власть в Йорвике. Ему помогали Григорий, Смотритель Порта, Ингиборга, Аббатиса. Что же, Эйвор, ты искала заговорщиков самого своего прибытия? Да. Пришлось держать все в тайне. Эти люди дотянутся до любого. Проникнут за любые стены. Не найди мы их. Они бы сожрали Йорвик изнутри, как черви, испорченное яблоко. Но ты смогла этому помешать. Мы в долгу перед тобой. Будь уверена, я все расскажу Ярлу Хальфдену. Раз угроза миновала, прими мою благодарность. Как и многие другие, я жив лишь благодаря тебе. Я хочу назначить тебя почетным ривом Йорвика, Эйвор. Ты согласна? Признаюсь, звучит хорошо. Почту за честь. Ты заслужила. Что ж, если это все, напомни о куче серебра, спрятанной под улицами города. Точно. Серебро, что набрал смотритель порта. На что предлагаешь его пустить? Многие торговцы лишились товара. Почтим же праздник Йоля, вернув это серебро честным жителям Йорвика. Весьма мудро. Я согласен. Что ж, тогда я прослежу, чтобы Хьор раздал всем поровну серебра. Пойдем, Фаравит, заберем это серебро. Я хоть прогуляюсь. У нас в Бьярме и говорят, лишь мертвым есть на что жаловаться. А мы пока живы. Я бы пожаловался на короля и состояние казны, но воздержусь. И молодец, Эйвор. Вы тоже. Возможно, вместе мы бы смогли спасти Норвегию от Харальда. И еще спасем. Нет. Норвегия уже в прошлом, а в будущем вся Англия. А теперь мне пора. Стой. Нужна будет помощь, мы придем. Вот еще что. Я усомнилась в тебе, Хьор. Из-за серебра на твоем столе. Скажи же, для чего оно? Видно, в секрете мне этого уже не удержать. Я попросил мастера сделать подарок Льюфвине, чтобы преподнести ей к Йолю. Хитрец. Пойду я, пока вы трон не осквернили. До следующей встречи, Эйвор. Не здесь, так в ином мире. Окажешься в Йорвике снова? Выпей с нами Эля. Я тут знаю одно местечко. Похоже, сам ветер зовет меня к Рэндвии. Продолжение следует. Продолжение следует... Похоже, сам ветер зовет меня к Рэндвии. Сообщу ей добрые вести. Эээ, хей, Эйвор! Эйвор, хей! Здравствуй, Радость! В Йорвике больше нет приспешников Ордена. А Льюфвина и Хьор помогут нам, когда будет нужно. Ты хорошо справляешься с этой работой. Так скоро к незримым примкнешь. Вряд ли. Таясь по закоулкам славы не добудешь. Продолжение следует... Продолжение следует...